Где в итоге теперь будет работать Сэм Альтман и что будет с OpenAI? Какой новый прорыв в ИИ совершила компания, когда появится GPT-5? Почему снова взорвался грандиозный звездолёт Илона Маска и когда полетит новый Starship? Это, а также новые проекты Пентагона, суперсамолёт DARPA, секретная миссия космического самолёта, новые роботы и научные открытия. Всё самое интересное за неделю в одном видео. Полетели! Главным событием недели стал скандал с увольнением и восстановлением в должности Сэма Альтмана, главы OpenAI. Если коротко подвести итоги, Альтман возвращается, а вот уволивший его совет директоров существенно обновится. Собственно, там останется всего один человек, причастный к увольнению, а всех остальных наберут заново, добавив в том числе бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, а также, по слухам, кого-то из Microsoft. Что это значит и почему всё это случилось? Большинство экспертов сошлись во мнении, что дело в конфликте изначальных ценностей компании с тем, что фактически сейчас происходит. OpenAI создавалась как некоммерческая организация, разрабатывающая ИИ на благо человечества. Но разработки стоят больших денег, поэтому Альтман привлёк инвесторов из Microsoft, которых интересует не туманное благо всех людей на Земле, а конкретные продукты, которые можно продавать. Дальше интересней. Недавно OpenAI объявила о разработке GPT-5, которая будет превосходить GPT-4, но в каких именно аспектах предсказать пока тяжело. Известно, что для обучения нового поколения искусственного интеллекта будут использованы не только открытые источники, но и внутренние большие данные крупных и не очень компаний, которые согласятся передать их OpenAI. Это должно сделать нейросеть как минимум компетентнее во многих вопросах. Более того, один из бывших сотрудников IBM, специализирующийся на ИИ, Карлос Перес, фактически заявил, что OpenAI уже близка к сильному искусственному интеллекту, что и вызвало панику в Совете директоров опасениями в безопасности такого прорыва. По мнению Переса, OpenAI обнаружили у своей модели новую способность самостоятельно и на лету находить новую информацию, позволяющую модели выходить за пределы знаний, сформированных на стадии обучения. По сути, по словам Карлоса, это первый шаг к самосовершенствованию ИИ и реальный прорыв на пути к сверхинтеллекту. При этом бывший сотрудник IBM ссылается на собственные тесты, подтверждающие такую способность. Официального доказательства этой версии нет, хотя при увольнении Совет директоров обвинил Альтмана именно в отсутствии откровенности. А главный научный сотрудник Илья Судскевер, причастный к увольнению Сэма, по сведениям New York Times, был обеспокоен тем, что Альтман не оценивает угрозы ИИ. Все эти события отозвались в Европе активным обсуждением срочности принятия закона в области регулирования искусственного интеллекта. Действительно ли Альтман создал сверх-ИИ или только собирается, давно пора принять протоколы безопасности на этот случай. А вы что думаете по поводу всей этой заварушки? SpaceX осуществила второй тестовый запуск гигантской ракеты Старшипа и даже признала его успешным хотя бы по сравнению с первым стартом. На этот раз самая мощная ракета в мире не разрушила стартовую площадку и даже осуществила успешное разделение ступеней через несколько минут после старта. Первая ступень после этого начала лановый спуск в Мексиканский залив, но место приводнения взорвалось в воздухе. Вторая, а именно космический корабль Старшип поднялась на высоту 148 километров, после чего центр управления потерял с ней связь. Сразу после потери связи на корабль была отправлена команда о самоуничтожении. Несмотря на то, что испытания прошли небезупречно, корабль всё же был выведен в космос, граница которого проходит на высоте примерно 100 километров. Также была достигнута околоорбитальная скорость в 24 тысячи километров в час. Напомним, что после первой неудачи SpaceX изменила принцип разделения ступеней и на этот раз процесс прошёл идеально. Также стоит добавить, что в этот раз все 33 двигателя Raptor на первой ступени ракеты запустились. Несмотря на относительный успех, причины взрыва первой ступени и потери связи со второй будут расследовать под контролем Федерального управления гражданской авиации США. От результатов расследования зависит выдача регулятором разрешения на следующий полёт. При этом Маск уже сообщил, что следующий Starship будет полностью готов к полёту через 3-4 недели. Даже если разрешение SpaceX ещё не получит, скорость выхода с конвейера гигантских ракет поражает. Стала известна дата сверхсекретной миссии космических сил США. Сверхтяжёлый ракетоноситель Falcon Heavy от SpaceX доставит на орбиту опять-таки сверхсекретный космический самолёт X-37B 7 декабря. Всё это произойдёт в рамках Mission 7 космических сил США. Интересно, что X-37B официально супер засекречен, но фактически он настолько хорошо известен, что космические силы выпустили пресс-релиз о его предстоящем запуске и даже раскрыли часть груза. Новая миссия, продолжительность которой не разглашается, отправится на околоземную орбиту для проведения экспериментов, которые, по словам космических сил, будут связаны с будущими технологиями осведомлённостей о космической сфере и долгосрочными последствиями космической радиации. Наверняка это не полный перечень, но о других экспериментах пока умалчивается. Идём дальше. 5 и 6 декабря в Москве пройдёт крупнейшая технологическая конференция ЯТОКС, присоединиться к которой можно будет как офлайн, так и онлайн. На конференции вас ждут лекции от ведущих экспертов по мобильной разработке, фронтенду и машинному обучению, доклады о главных трендах и управлении в IT, интерактивные воркшопы и многое другое. Всего ожидается выступление более 100 специалистов. Чтобы посмотреть конференцию из любой точки мира, регистрируйтесь по ссылке в описании видео. Компания Ptero Dynamics разработала уникальный дрон Transwing, который может автономно приземляться на движущейся цель. Его довгранные складные крылья обеспечивают исключительную дальность полёта и грузоподъёмность. Конструкция Transwing является переходным планером EVTOL с возможностью крейсерского полёта. Он меняет форму между режимами зависания и крейсерского полёта, что делает его одним из самых умных самолётов в авиации. Компания построила ряд прототипов. Нынешней моделью является XP4 с размахом крыльев 4 метра и грузоподъёмностью почти 7 килограммов при максимальной взлётной массе 38 килограммов и максимальной скоростью 185 километров в час. Transwing летает автономно и приземляется, например, на узов движущегося грузовика или корабль в море. Его превосходная дальность полёта заставила ВМС США заинтересоваться Transwing как логистической платформой, корабль-берег, автономно доставляющий грузы. На сегодня дрон являет собой удивительное сочетание компактности и размаха крыльев, а также скорости, веса, сопротивления ветру и других характеристик. Инженеры высшей технической школы Цюриха и MIT смогли напечатать высокодетализированную роботизированную роборуку со структурой, имитирующей кости, связки и сухожилия из разных материалов за один подход 3D-принтера. Всё удалось благодаря системе InkBit 3D. Эта технология называется струёй с контролем зрения, при которой 4 камеры с высокой частотой кадров и 2 лазера непрерывно сканируют поверхность объекта. На основе полученных данных создаётся карта глубины, где фиксируются любые недостатки каждого слоя сразу после его нанесения. При нанесении последующего слоя скорость потока форсунок регулируется, чтобы компенсировать эти недостатки, создавая плавный переход между слоями. В результате смолы с более медленным утверждением имеет возможность затвердеть, и на готовом изделии не образуются выступы. Таким образом, все структуры печатаются за один подход и не требуют постобработки. DARPA назвала четырёх финалистов конкурса на создание суперсамолёта будущего, аппарат, который должен летать со скоростью 740 км в час на высоте от 4,5 до 9 тысяч метров, переносить груз от 450 кг и держаться в воздухе минимум 90 минут, должен обладать способностью вертикально взлетать и садиться, а также зависать в воздухе, подобно квадрокоптеру. При этом для военных гораздо важнее быстрая трансформация конструкции под разные миссии, чем то, будет ли Sprint X-Plane управляемым или автономным. На разработку такого чуда компания финалистам выделит 15 миллионов долларов. Их поделит между собой подразделение Boeing Aurora Flight Science, у которого есть эскиз предполагаемого летательного аппарата, Bell Textron, уже работающий над похожим проектом HC VTOL, но From Grumman, у которого есть пара совместных проектов в области малой авиации, один с Jet Zero, второй со Skelet Composite и, наконец, 50-ский Aircraft Corporation, о наработках которой в данной области пока ничего не известно. Что же, ждём чудо-аппараты, которые должны подняться в воздух не поднее 2027 года. Google DeepMind представила передовой искусственный интеллект Lyria для создания музыки и песен. Модель способна генерировать высококачественный вокал, тексты, песен и музыкальное сопровождение, имитирующее стиль исполнения популярных артистов. Экспериментировать с Lyria можно будет в рамках двух проектов, которые запускают на YouTube. Эксперимент DreamTrack поможет углубить связь музыкантов с публикой, а Music AI Tools предоставляет им набор инструментов для творчества. При этом в DreamTrack сможет принять участие ограниченный круг пользователей, им разрешат создать уникальные композиции, выдержанные в стиле популярных исполнителей, добровольно сотрудничающих при обучении Lyria. При этом DeepMind использует Synth ID для нанесения подобия водяных знаков на созданные Lyria музыкальные материалы. Конечно же, сразу пошли разговоры, что с таким ИИ музыканты будут не нужны, однако напоминаем, что любая нейросеть — лишь инструмент для талантливого человека. Кстати, подобные страхи и вопросы в отношении искусственного интеллекта мы обсуждали с экспертами в видео по ссылке в подсказке. Теперь официально Furrier Intelligence поставила производство своих гуманоидных роботов GR1 на поток. Подробнее о них рассказывали в прошлом видео. А как вам этот робот-паучок? Обратите внимание на его тело, покрытое искусственной кожей. Оно дышит. Разработка оснащена центральным нейронным контроллером на основе генератора шаблонов для генерации дыхательных движений на коже. Зачем это нужно? Исследователи из Университета Южной Дани решили, что такая дышащая кожа повысит биоморфизм роботов и доверие к ним человека. Исследователи считают, что если робот будет дышать, то нам сразу станет как-то проще с ним общаться, и он вызовет у нас больше симпатии. Ну как, по-вашему, сработает? Компания IHMC Robotics показала прогресс в разработке своего гуманоидного робота Надя. Сейчас инженеры работают над алгоритмом пошагового восстановления робота при потере равновесия. Выглядит всё неплохо. Кстати, Надя – ещё один передовой гуманоидный робот, который стремится стать полезным и универсальным. Топ самых новых и крутых человекоподобных роботов на сегодня смотрите по ссылке в подсказке. Южно-корейская компания Never разработала роботов для автоматического обслуживания дата-центров. Боты Gero и Siro работают в паре, дополняя друг друга. Первый из них предназначен для транспортировки оборудования весом до 400 килограммов со скоростью 2 метра в секунду. Робот передвигается автономно, но если заметит вблизи человека, снизит скорость. Второй бот занимается погрузкой, выгрузкой оборудования и его установкой на рабочее место. При этом точность позиционирования робота впечатляет. Отклонение от заданной позиции находится в диапазоне от 2 до 5 миллиметров, а поднять оборудование он способен на высоту до 3 метров. Последние десятилетия потребность в новых дата-центрах растёт, а значит Gero и Siro без работы точно не останутся. Инженеры Кимлэп решили попробовать оснастить робособаку не одной, а сразу двумя роборуками. При этом они не стали разрабатывать человекоподобный торс, а просто прикрепили две руки к корпусу робота. Манипуляторы PerPass Plug and Play Robotic Arm System — это собственная разработка Кимлэп. Инженерам удалось настроить два PerPass так, чтобы они работали параллельно. Разработчики сообщают, что им удалось выполнить манипуляции с мобильными устройствами, а также реализовать развлекательные приложения и взаимодействие с человеком. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, сокращенно FDA, отзывает хирургического робота Essence's Surgical Senhance из-за непреднамеренного движения. Проблема заключалась в неконтролируемом движении рычага привода инструмента лапароскопа, что привело к вращению инструмента после того, как хирург снял с системы возможность телеоперации. И хотя фактический вред не был никому причинён, а робот разработан с возможностью аварийной остановки в случае таких ситуаций, роботы компании мгновенно потеряли возможность работать. Правда, не насовсем, а лишь до тех пор, пока разработчики не обновят программное обеспечение устройств. Напомним, что Senhance в марте этого года стала первой и единственной системой цифровой лапароскопической хирургии для детей. К слову, хирургические роботы в последнее время активно развиваются, однако таким системам крайне сложно получить разрешение на продажу и использование, а вот потерять его невероятно легко. Аналогичная неприятность произошла и с роботакси Круиз. У компании отозвали лицензию на поездки без водителя после наезда на пешехода в Сан-Франциско в прошлом месяце. Напомним, что столкновение, с которого всё началось, произошло 2 октября. Пешеход оказался на пути роботакси Круиз после того, как его сбил водитель-человек. Роботакси попыталось резко затормозить и съехать на обочину, но в итоге протащило пешехода ещё 6 метров, прежде чем остановиться. При этом машина прижала ногу пострадавшей задним колесом. Это стало причиной федерального расследования и теперь судьба Круиз и возвращение её автомобиля на дороге под вопросом. Ведь GM уже вложила в Круиз 1,9 миллиарда долларов к сентябрю этого года и пока ничего не заработала, кроме репутационных издержек и потенциальных санкций. Всё это может сыграть на руку компании-конкуренту Waymo, роботакси, которые работают в Калифорнии и за пределами штата. Хотите узнавать новости из мира высоких технологий первыми? Присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграм, а также подписывайтесь на наш канал. Впереди ещё много интересного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова